Всем привет! Вторая серия про установку FPV-камеры и передатчика на Inspire 1. Собственно, вот он уже готовый. Дальше немножко покажу, как я это делал. Ну, в общем, припаял я провод, который будет идти от аккумулятора к основной плате. Питание. Как паял, не буду снимать, потому что там очень много было нецензурной лексики. Как выяснилось, паяю я из рук вон плохо. Но, тем не менее, провод припаян прямо к этим двум контактам. Вот она плата, он там внутри. Вот они выходят. Два проводка, которые пойдут на питание передатчика, с которого будет питаться уже, к которому будет подключаться, и с которого будет питаться уже камера по своему проводу. Собственно, для того, чтобы долезть до этой платы нормального, мне пришлось разобрать практически полностью весь дрон. Сейчас буду собирать обратно, все обратно ставить. Ну, полным ходом идет сборка. Вот установил я нижнюю часть корпуса с отсеком под аккумулятор. Вывел провода. То есть, они идут вот там вот по плате. Потом вот здесь вот под этой накладкой вместе со шлейфом выходят вот сюда назад. А сзади у нас будет стоять передатчик. Идет к нему питание вот от этих двух контактов, к которым подключается аккумулятор. Почти полностью все собрал обратно. Корпус, всю электронику. Вот провода, которые пойдут у нас на питание передатчика. Ну, и самый главный тест результата всего этого, вывода проводов, пайки и так далее, вот этого вот, всего вот этого. Это, соответственно, тест с помощью аккумулятора. То есть, как это все на самом деле будет работать. Мультиметр подключен, да, напряжение меряем. Ставим аккумулятор и включаем. 25 вольт. Все, аккумулятор вот включился. 25, 12. В общем, все я поставил, подключил. Провод протянул. Пока только передатчик, да, вот он стоит сзади. Видно, не видно. Вот он, вот его антенка. Крепится все довольно просто. Просто на двухсторонний скотч там снизу. И вот еще притянута липучкой. Липучка так, больше для подстраховки. В принципе, проверил камеру, пока еще провод не протягивал. Закрепил кронштейн под камеру, вот в носовой части, на 4 маленьких саморезика. Собственно, вот сама камера. Провод от камеры уже протянул. Вот он он. Но еще пока не закрепил. То есть, надо будет его здесь вот потом еще закрепить, чтобы он никуда не торчал. Так, в принципе, все. Финальная часть сборки. Сейчас ставлю камеру, ставлю обтекатель на место, ставлю на место площадку под основную камеру. И все готово, в принципе. Камера установлена. Передатчик установлен. Вот она, камера стоит у нас спереди. Вот с такой вот крышечкой. На своем креплении, соответственно, можно менять ее угол. С помощью вот этих вот винтов их можно ослаблять. Менять угол вверх-вниз. Еще буду смотреть, какой угол оставить. Вот идет провод. Вот камеры. Тут применены прямо космические технологии в виде пластиковых хомутиков, стяжек. Тут даже вот есть кусочки скотча армированного, который держит провод. Но пока провод по-другому закрепить не получилось. Буду еще думать, как его аккуратнее закрепить здесь, чтобы он не болтался. Ну и сзади, вот уже показывал, стоит передатчик. Он у нас стоит на тремовском двухстороннем скотче. Плюс липучечка такая вот. Его дополнительно фиксирует. И вот питание подключено. И вот подключена сама камера. Соответственно, антенна сейчас снята. Ну и вот так вот все это в готовом виде выглядит. Что касается стоимости. Все это вышло примерно где-то в 16 тысяч рублей. Самое дорогое это был экран с приемниками. Он стоил 7,5 тысяч. Еще в районе 5 тысяч обошлась мне камера. И в районе 3,5 тысяч, там 4 вышел передатчик. Плюс чуть-чуть там потратил денег на всякие провода и так далее. Но это совсем немножко. Так вот в итоге все получилось. Камера спереди. Вот ее провод идет. Он пропущен так снаружи. Внутрь его убрать не получилось полностью. Потому что длины не хватало. А разъем переделать там... Ну у меня не было такого разъема. Я не мог его поменять быстро. Поэтому решил оставить тот провод, который был в комплекте. А его длины вот она позволила только вот так вот его снаружи пропустить. Ну и вот сзади стоит наш передатчик. Пока без антенны. С антенны не вылезает он в кейс свой родной. Кейс пришлось чуть-чуть пенопласт подрезать. Сделать вырез под сзади передатчик и под камеру. Спереди чуть-чуть подрезать пенопласт. В принципе ничего там сложного. Просто чтобы их не снимать каждый раз. И возить все это в штатном кейсе. По итогу все получилось. Все работает. Все работает от штатного аккумулятора. Теперь осталось все это протестировать в поле. Ну в следующей серии посмотрим, как это будет выглядеть уже на живую в полете. Если вам было интересно это видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. И ждите серии про испытания в полете FPV на Inspire 1. Всем спасибо и пока.